Направляюсь сейчас в одно интересное место. Находится оно недалеко от Никополя. Возможно, по пути что-то будет еще интересное попадаться. Въехали в село Сурско-Литовское. Такое достаточно большое село. Даже автомойки самообслуживания построили совсем недавно, вижу. Тут имеется небольшой рынок, отделение Новой Почты. Так, покидаем село Сурско-Литовское. И следующее село у нас Ново-Николаев. Там будет, кстати, одно интересное место. А дорога тут не очень. Редко когда ее тут делают в этом направлении. Так, ну а вот и Ново-Николаевка. Точнее, Ново-Николаевский карьер. Беседки на воде. Пляж. Пирс, из которых можно прямо с них купаться. Вода такая чистая. Река Сара. Река Сара. Так интересно, за городом дороги плохие ямы, а тут в какой-то глуши новый асфальт, как будто бы его недавно положили. Достаточно длинная дорога, вот эта вот, новая. Километров 10 я уже точно по ней еду. Куда она ведет? Никаких сел. Маленький. Очень маленькие села встречаются на пути, буквально 5-6 домов, а так одни поля. Недолго музыка играла. Заехал в какое-то село и сразу начались плохие дороги. Ух ты! Чуть воробушку не сбил. Вроде не наехал. Еду по этим селам, вот хочется борща. Но тут, конечно, вряд ли я найду. Так, и куда это мы... Куда это нас просят повернуть? Ага. Отлично. Будем ехать вдоль реки. Ну, это магазин. Тут, конечно, вряд ли можно поесть. Какой контраст. Где-то идеальная дорога, а где-то вот такая вот. Убитая. Да. Отель-бар. Ничего себе. Не, ну отель, что-что. На отеле я-то, конечно, не ожидал увидеть. Ну, поесть тут, наверное, вряд ли получится. Отель. Где ж борща поесть, а? Хочу борща. Когда-то тут была выпечка свежая. Ну, ничего не работает. А, есть. Привет. Привет. Не, ну на мотоцикле, конечно, тут проще. Есть такие вот островки, где можно по-быстрому преодолеть эти неровности. Опа. Закончились островки. Ух ты. Жесть. Лаванда или что-то такое. А, колючая. Никопольский район. Когда-то была остановка. Еду уже километров 20-30. Ни одной машины, ни одного человека. Дорога заросла. Такое впечатление, что все вымерли. Вообще жесть. Видно, что линия разделительная. Вот одна полоса вообще заросла. Пишет, что 44 километра мне еще ехать 1 час и 13 минут. Это же какая дорога убитая. Что я по ней должен столько времени еще ехать. 44 километра. Думаю, что на мотоцикле получится быстрее. Это как бы расчет идет на автомобильный трафик. На мотоцикле, конечно же, быстрее получится. Посмотрим. Вот и какая брысчатка старая. Видимо, этой дороге уже лет и лет. Капец, в селах вообще нет людей. Люди, где вы? Аж страшно. Какие все люди. Что происходит? Таковский гранитный карьер. Большой такой. Так, ну а вот место, ради которого я сюда приехал. Тенек надо поставить мотоцикл. Таковские водопады. Так, что это тащи. Тенек. Куда-то меня завело Непонятное место Дети купаются Заканчивается бензин До ближайшей заправки 40 километров А пишет, что Ехать до нее аж час 10 минут Вопрос Хватит ли мне бензина Да и желудок Не мешало бы заправить тоже Борщом По таким селам езжу Глухим, что нет ни одной заправки Так, еще час езды А бензин по-прежнему еще Заканчивается Ура, вот и заправка Заправочка Показа Топ 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 Непонят Глубы Субтитры сделал DimaTorzok